Считают ли это предательством сами чиновники, когда берут взятки? Вопрос дискуссионный. В точных мотивах таких преступлений разбираются следователи. С начала этого года в регионе было возбуждено несколько громких уголовных дел о коррупции. Кто оказался в роли подозреваемых, расскажем в следующем материале. Громкие задержания чиновников в Иркутской области происходят регулярно. Чаще всего их уличают во взятках. Это самое распространенное коррупционное преступление в регионе. Средняя сумма МЗД превышает миллион рублей. Всего за 2023 год при Байкале было возбуждено 325 уголовных дел из-за коррупции. В этом году список пополняется. Так, две недели назад в поле зрения оперативников и следователей попал бывший замминистра лесного комплекса региона. Его подозревают в получении взятки в размере 3,5 миллионов рублей от предпринимателя. Последнего интересовала аренда лесного участка площадью более 50 тысяч гектаров. Также на весь регион вновь прогремел Тулун. Осенью 2023 в изоляторе оказался мэр города, а в 2024 следователи пришли уже к вице-мэру и двум депутатам. Их подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Но обстоятельства дел разные. В превышении полномочий заподозрили и сотрудников администрации Слюдянского района. Они подписали акт о приемке работ по строительству школы в городе, хотя подрядчик выполнил не все. Ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей. И это только несколько резонансных дел за 3,5 месяца этого года. Давид Азизов, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.